Апелляционную жалобу по делу Екатерины Пузиковой Начали рассматривать в Самарском областном суде Девушку обвиняют в убийстве мужа банкира Точку в резонансном деле не могут поставить уже 5 лет Это уже вторая апелляция И решение по-прежнему не принято В хитросплетениях семейно-криминальной драмы Разбиралась наша съемочная группа В деле Екатерины Пузиковой Это уже вторая апелляция Суд предыдущей инстанции приговорил ее к 9 годам Лишения свободы Но это решение суда оспаривают все С требованием пересмотреть приговор Выступила сторона подсудимой, потерпевших и гособвинения В зале суда Родственники покойного Дмитрия Пузикова И его вдовы Екатерины, которую обвиняют в убийстве мужа Подсудимая на видеосвязи Из следственного изолятора Разбирательство по громкому делу об отравлении банкира Длится уже 5 лет По версии обвинения Дмитрия Пузикова убила жена Которая якобы добавила ему в пищу яд Мол, 23-летняя Екатерина С грудным ребенком на руках Узнав, что супруг ей изменяет, решилась на преступление В деле фигурирует злополучное картофельное пюре Якобы на семейной вечеринке Пузикова специально приготовила это блюдо для мужа И подала на стол, подсыпав туда талий В отношении Кати нет вообще никаких доказательств Ни ее осведомленности о яде Ни ее причастности к тому, чтобы этот яд где-то найти Даже никакого интереса относительно этого яда Ни самого яда, ни следов яда на руках у нее Ни следов яда в той тарелке, в которой она подала пюре На заседании дают слово и самой Екатерине По словам девушки, мужа не ревновала А уж тем более убивать его, когда на руках больной ребенок Не было и мысли Но признается, оправдываться столько лет подряд уже устала В вину дочери не верит и мама Екатерины Утверждает, мотивов у Кати не было Но они, по ее словам, могли быть у родственников покойного банкира На той роковой вечеринке присутствовал двоюродный брат ее зятя и его друзья Которые в дальнейшем давали показания против Екатерины Противоположная сторона обвиняет нас абсолютно, я не знаю, как это, огольно, злонамеренно, ложно Причем они, вот смотрите, как только Дима умер, через месяц Все имущество, движимое и недвижимое, вы знаете, перешло дяде Сергею Витальевичу Те, кто, значит, клеветал на мою дочь, давал ложные показания, фальсифицировал факты Они получали дельничные вознаграждения и дальше в виде квартир большие подачки родственники То есть, вся семья Пузиковых против Екатерины В 2015 году Екатерине уже был вынесен приговор 7 лет лишения свободы Тогда защита подала апелляцию Суд жалобу рассмотрел и постановил Отправить Пузикову за решетку уже на 9 лет Защита считает приговор несправедливым и требует полностью оправдать Екатерину Отчасти с адвокатами соглашается и гособвинение На наш взгляд, приговор, то есть то наказание, которое назначено последним приговором Красноярского районного суда является слишком суровым Поскольку ранее назначалось более мягкое наказание в виде 7 лет лишения свободы А не так, как сейчас в виде 9 лет лишения свободы Защита семьи Пузиковых, в частности матери Дмитрия, тоже считает приговор несправедливым Слишком мягким По мнению стороны потерпевших, Екатерина виновна Суд разобрался во всем, дал правильную оценку собранным доказательствам Совершенно законно и обоснованно признал Екатерину Григорьевну виновной в совершении данного преступления Они считают, потерпевшие, что в 9 лет лишения свободы приговор является несправедливым Если назначены мягкости, назначены наказания Естественно, будут просить назначить более суровое наказание По словам защиты, Екатерина настроена на борьбу Родственники девушки намерены дойти до Верховного суда За избиение болельщиков крыльев советов на Оренбургский ОМОН завели уголовное дело Все случилось в начале сентября На матче между футбольным клубом Оренбург и Самарскими крыльями Сотрудники полиции зашли на гостевой сектор после того, как там кто-то зажег фаер Они попытались задержать нарушителя во время матча непосредственно на трибунах Что противоречит рекомендациям Футбольного союза Такое поведение спровоцировало беспорядки в самом секторе После чего туда ворвался ОМОН и пустил в ход дубинки В интернете появились многочисленные видеозаписи, драки Один из фанатов самарской команды позднее обратился в больницу Как выяснилось, у него ушиб голеностопного сустава В итоге следователи завели уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия» Ведется следствие Подпольное казино накрыли полицейские в Самаре Незаконное игорное заведение располагалось в Октябрьском районе В здании, оснащенные сигнализацией и камерами видеонаблюдения Попасть удалось при силовой поддержке СОБР Омега Регионального управления Росгвардии На месте полицейские изъяли 32 игровых автомата И свыше 100 тысяч рублей Предполагаемый организатор казино сейчас под подпиской о невыезде По версии полицейских, незаконную игорную деятельность организовал житель Самары 1978 года рождения В отношении него Следственным управлением Следственного комитета России по Самарской области Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр» По которой предусмотрена ответственность до трех лет лишения свободы Следствие по делу продолжается Несколько тысяч сим-карт всех операторов сотовой связи Изъяли у Самарца Он продавал их по 30 рублей за штуку Сотрудники ФСБ задержали мужчину Когда он пытался реализовать тысячу сим-карт Не заключая договоры с покупателями Как сообщают в региональном управлении ФСБ Сегодня распространение сим-карт Которые зарегистрированы на несуществующих людей Или подставные организации Приобрело массовый характер Оптовые партии поставки таких симок Попадают на территорию колоний Их активно используют лица Причастные к преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков И связанные с террористической и экстремистской деятельностью В частности установлены факты Когда такими сим-картами пользовались сторонники Запрещенные в России террористической организацией ИГИЛ Член банды Законовский И организатор покушения на убийство Бизнесмена Владимира Изумрудова Такова версия обвинения в отношении Сергея Гафурова Процесс над ним стартовал в четверг В Самарском районном суде Многие его сообщники уже в тюрьме или под следствием С криминальной историей разбиралась наша съемочная группа Гафурову грозит тюрьма Несмотря на это он в хорошем настроении И пытается работать на публику В зале суда родственники и знакомые Гафурова обвиняют в покушении на убийство Бизнесмена Владимира Изумрудова Якобы для этого мужчина нанял киллера Дал ему деньги, пистолет и гранату Но выполнить задуманный наемник не успел Его арестовали по подозрению в убийстве Другого коммерсанта Вадима Винокурова Которого в мае 2014 года расстреляли В собственном катере на реке Татьянка Оперативникам ФСБ удалось задержать И предполагаемого лидера преступной группы Сейчас Сергей Гафуров под стражей Но вину не признает И хочет, чтобы его отправили под домашний арест Но следователь против Учитывая данные обстоятельства и характер совершенного преступления В которых обвиняется Гафуров У следствия имеется основание полагать, что находясь на свободе Гафуров может продолжить заниматься преступной деятельностью Скрыться от органов предварительного следствия и суда А также оказать давление на свидетелей по данному уголовному делу Высокое давление и сердечная недостаточность Адвокаты говорят Гафуров болен и в изоляторе ему станет только хуже Состояние мы его защиты увидели Его вчера или позавчера обследовали в кардиоцентре У него установлена гипертоническая болезнь Раз и что-то с сердцем Я не знаю терминологию медицинскую Потому что официального заключения мы сейчас не получим Свою вину Гафуров признавать отказывается Говорит, что его оклеветали Тот самый киллер, который сейчас тоже под следствием А с Азумрудовым уверяет старые друзья Скажите, вы согласны с обвинениями? Суд постановил Гафурова заключить под стражу еще на два месяца До 14 декабря К тому времени следствие должно успеть собрать необходимые доказательства От риска носить псевдобрендовую обувь Спасли столичных модниц самарские таможенники Сотрудники Приволжской оперативной таможни Совместно с полицейскими задержали нарушителя Который вез из Киргизии в Москву контрафактный товар Всего почти 6 тысяч пар обуви с логотипами всемирно известных марок Как выяснилось, товар производили в Китае и Вьетнаме Обувь имеет определенные признаки контрапартности Во первую очередь отсутствие индивидуальной упаковки Низкое качество материала, из которого данная обувь изготовлена Также низкое качество швов на обуви И наличие клея в местах стыков подошвы и основной части обуви Всего с начала года самарские таможенники изъяли около 35 тысяч единиц контрафактной продукции Тем самым не позволили нанести ущерб изготовителям оригинальных товаров На сумму почти 20 миллионов рублей Вредная привычка ударила по карману Самарских курильщиков оштрафовали на миллион С начала года региональный Роспотребнадзор вынес свыше сотни постановлений Так, физическим лицам предстоит заплатить в общей сложности 40 тысяч рублей Должностным свыше 200, а юридическим более 600 тысяч Нарушителей ловили на детских площадках и в помещениях, где курить запрещено На этом у нас все Вы смотрели Сыскное дело Будьте внимательны и берегите себя До встречи через неделю Субтитры подогнал «Симон»